Всем привет из Токио и всем, кто празднует этот день, счастливого Рождества! Мы, живя в Японии, теперь совершенно по-детски празднуем много разных праздников. По-детски, потому что чем больше праздников, тем больше подарков и больше веселья. На период рождественских и новогодних праздников в Токио появилось несколько открытых катков. Надо сказать, что катание японцев на коньках – это просто беда. Правильно, наверное, сказать не японцев, а токийцев, потому что, скорее всего, на Хоккайдо японцы все-таки умеют кататься на коньках. На катке было очень много детей, катались они все довольно неплохо, а вот молодежь… Но все равно они молодцы, бодро шагали вдоль бортика и наматывали круги. Погода в эти дни днем очень теплая и вчера было даже плюс 14 градусов. Сегодня уже 25 декабря и очень хочется показать вам, что я успела заснять в канун Рождества в Токио. И сегодняшнее видео – это прогулка по торговому центру Токио Мидтаун. Сюда токийцы приходят прогуляться, перекусить и купить что-нибудь вкусненькое. Больше всего людей здесь всегда на этаже, где есть фудконер, кафе, кондитерский и продуктовый универмаг. Все другие этажи обычно безлюдные, и там можно встретить, ну, от силы 5 человек. Мы зашли сюда после катка, чтобы купить что-нибудь на обед. Это было вчера, 24 декабря, и в продуктовом супермаркете продавали все для праздничного ужина. Я воспользовалась возможностью, уловила момент, и теперь смогу показать вам, что же покупают и кушают японцы на Рождество. В отличие от изысканного новогоднего ужина на Рождество, японцы едят, вы не поверите, курицу-гриль. Вместо американской индейки местные супермаркеты и, наверное, производители и фермеры подсуетились и создали свою традицию на Рождество. Целая курочка-гриль здесь стоила 20 долларов. Продавалось также очень много больших тарелок с фритюрным ассорти, где главным блюдом тоже была курица. Из японского к празднику здесь предлагали, конечно же, суси. Все мы привыкли произносить и слышать суши, но русские японисты очень настаивают на произношение суси. Сама же я слышу нечто среднее между си и щи, больше похожее на быстрый звук щи. Этот набор стоит 7 долларов, а наборы, показанные ранее, небольшие наборы, показанные ранее, стоили 12 долларов. Большая тарелка риса, снова с курицей и сосисками стоил около 10 долларов. А японский вариант паэльи с морепродуктами стоил 12 долларов. В общем, рождественский ужин – это совсем не про полезную и здоровую еду. Но, как мне кажется, это нисколько не волнует японцев. В эти дни по всем каналам по телевизору только и делали, что ели куриные ножки из фритюра. А еще было много программ, где показывали, как приготовить вкусный рождественский десерт. Но об этом чуть позже. А пока погуляем по торговому центру и посмотрим на покупателей. На даме в шарфе босоножки. Это, скорее всего, рабочая сменная обувь. Женщины, чья работа в основном на ногах, подобную обувь надевают очень часто. Так что никакого стиля, моды здесь нет. Главное – удобство. Сувениров в Японии продается очень много круглый год. Не могу сказать, что их стало больше сейчас. Просто зимние и новогодние мотивы сменили осенние. Кошки с поднятой левой лапкой обычно на удачу в бизнесе, а с правой – на удачу в делах семейных и домашних. В среднем подобные фигурки стоят где-то от 5 долларов, но есть и очень дорогие изысканные. Слово «изысканное» как-то не очень подходит к этому бычку, но все равно он стоит больше 30 долларов. В этом магазине продавалось очень много дорогих сувениров, среди которых больше всего меня поразили мячики Тамари. Изначально они были детской игрушкой, а сейчас это сувенир на удачу. Самый маленький из них стоил 80 долларов, а этот в мелкий цветочек стоил 350. Обратила я внимание и на маски в традиционных деревянных коробочках. Стоили они 60 долларов. Кроме меня, конечно, на них внимания никто не обратил, хотя в магазине были покупатели, несмотря на такие высокие цены. Здесь даже продавали традиционную японскую деревянную ванну Офуро. На этой элегантной даме снова ботильоны Таби. Что-то я вижу их буквально каждый день. А заинтересовала ее витрина кондитерской. Кондитерских в Токио очень много и сейчас у них золотое время. Японцы обожают сладости, а в сезон Рождества, Нового года и не за горами День Святого Валентина пирожных, конфет и тортов продается огромное количество. Для привлечения покупателей во многих кондитерских есть собственный рейтинг, на который, честно признаюсь, я всегда ведусь. Пирожные торты в Токио очень дорогие. Каждая из этих стоит 8-9 долларов. Торты в среднем стоят от 30 долларов. Традиционным рождественским десертом является простой бисквитный торт со взбитыми сливками и клубникой. Ничего особенного и сложного нет, но очень вкусно. Главный секрет это воздушный бисквит, свежайшие сливки и сладкая клубника. Кстати, сейчас в Японии начался сезон клубники. Сегодня она продается во всех продуктовых магазинах в Токио и стоит начиная от 5 долларов за упаковку. Так что в этом году праздничный торт мы сделали сами, конечно, купив готовый бисквит в магазине. К вечеру в торговом центре появилось посетителей чуть больше. Многие пришли сюда полюбоваться еще одной рождественской иллюминацией, которая продлится только до 25 декабря. К тому же в этом году огни горят только до 8 часов вечера. Это одна из немногочисленных мер по борьбе с коронавирусом в Токио. Но, судя по ухудшающейся ситуации, их должно прибавиться. Еще немного прогуляемся внутри торгового центра и посмотрим на покупателей, а позже выйдем на улицу. Фотография – это одно из самых любимых и распространенных хобби в Японии. Сегодня японцы не только фотографируют на мобильный телефон, но до сих пор ходят с фотокамерами. Многие из них стремятся сделать профессиональные фотографии и носят с собой даже сменные объективы. Здесь этот небольшой ажиотаж был вокруг стеклянных фигурок Санта-Клауса. Гробовая тишина в этом кадре, потому что сейчас я была уже не на нижних этажах, а поднялась чуть выше, там, где вообще не было посетителей. Конечно, я снова спустилась вниз на прогулочную тропу, по которой японцы выходили на улицу любоваться ночной иллюминацией. Сегодня здесь было не так шикарно, как на улице, которую я показывала в предыдущем видео. Но теплым тихим вечером погулять здесь было достаточно приятно. К тому же во многие места в этом году я впервые попадаю без толкотни. На этом я заканчиваю свое рождественское видео, но будет небольшой постскриптум. Вчера я упомянула необычный бутик, как мне показалось в стиле глэм-рок для взрослых дам. Там я побывала еще осенью, но все не знала, как и когда это показать и вообще стоит ли. Золотая сумка от Сальватора Феррагама заставила меня вспомнить увиденную ранее коллекцию. Это был бутик Джунко Кощино. Никогда раньше имя этого дизайнера я не слышала, увидела впервые и вот решила заглянуть. Оказалось, это дизайнер из Осаки, ей 81 год и она продолжает творить. Сегодня она в основном делает сценические костюмы, но в одежде, представленной у нее в салоне, я легко могу представить себе японскую светскую львицу за 70 лет на какой-нибудь вечеринке. Например, рождественской или новогодней. Чаще, конечно, по телевизору, но и в дорогих ресторанах можно встретить смелую японскую даму в подобном аутлуке. Повторюсь, что подобный стиль в одежде я вижу по телевизору, но я никак не ожидала, что такие салоны существуют. Очень вероятно, что в тот день я была единственным посетителем. Всегда думала, что такая одежда шьется только на заказ. Быть может, так оно и есть, и были представлены лишь образцы. Расспрашивать консультанта я не стала, мне, честно говоря, было как-то неловко. Что касается сумок и бижутерии, представленные у Джун Кокощино, мне кажется, что они могут легко сочетаться с кимоно. Думаю, что дизайнер создавала эти сумки именно под кимоно. Ведь его больше носят все-таки дамы постарше. Наряду с женской одеждой и аксессуарами здесь была и мужская одежда и сумки. В основном это экстравагантные пиджаки, костюмы и рубашки. Если дама выглядит по-театральному ярко, мужчина должен ей соответствовать. Вот, наконец, и золотые сумки, которые всплыли у меня в памяти под Новый год. В современном европейском образе я, конечно, их вижу с трудом. Но в сочетании с современным кимоно это будет выглядеть совсем по-другому. Ну и, конечно, нужно учитывать внешность и возраст дамы. Так что не все плохо, что нам не нравится и не идет. На этих блестящих кадрах я прощаюсь с вами. Спасибо, что смотрите. Пока. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok